Продолжение следует... Потому что нам разрешается собираться, и нам нет особо никаких запретов, и мы можем видеть вот таким образом друг друга. Знаете, где-то, может быть, в 2005 или, может быть, в 2006 году меня брат Виталик пригласил с ним посещать Библейский колледж. Это тогда наш союз только начал Библейский колледж, это как бы первый его вариант был, что ли. И Виталик там был записан студентом, он там учился. И я, ну, он меня позвал, и я решил вместе с ним тоже ездить туда. Я вместе с ним ездил на лекции, слушал, и меня так называли, ну, такие, как я, которые просто приезжали туда слушать лекции, называли вольные слушатели. Потому что мы не были подписанными студентами, но мы просто приезжали и слушатели. Хотя некоторые нас называли не вольные слушатели, а называли вольные кушатели, потому что еще предоставлялась еда, очень вкусная, и обед был. И будучи холостым, живущим сам по себе, я никогда не упускал возможности поехать туда, где еще и колбасу с чаем тебе дают. И вот я туда приезжал, я слушал лекции, я слушал преподавателей, я задавал им вопросы, как другие студенты, я читал материалы, которые выдавали, я читал даже некоторые книги, которые преподаватели задавали студентам читать. Можно ли сказать, что я был студентом этого библейского колледжа? Ну, с какой-то стати да, потому что я делал действия студента, я делал действия ученика. Но, по сути, я студентом не являлся, я был просто слушателем, как меня и называли. Почему? Потому что домашние задания я не писал, потому что я не был подписан, контрольные работы я не сдавал, экзамены я не сдавал, книги, которые задавали читать, я читал только выборочно, то, что меня интересует. И в конечном итоге я не получил никакого диплома за то, что я посещал эти лекции. Да, я, может быть, выглядел как студент, я совершал какие-то действия студента, но, по сути, я студентом не являлся. Братья и сестры, это сплошь и рядом. Лишь только потому, что что-то мы делаем, какие-то действия кого-то, это не значит, что мы уже являемся этим человеком или тем, чьим действия делаем. Лишь только потому, что кто-то может бить молотком, это не значит, что он уже строитель. Лишь только потому, что кто-то, может быть, слушает лекции, не значит, что он уже ученик или студент. Лишь только потому, что кто-то приходит на собрание или, может быть, даже читает Библию, не значит, что он христианин. И лишь только потому, что группа людей собирается вместе и называют себя церковью, не значит, что это церковь. Сегодня я бы хотел поговорить о том, что определяет церковь как церковь. Какие нам критерии дает Слово Божие, которое показывает нам, когда собравшаяся группа людей по праву в глазах Бога может называть себя церковью. Дело в том, что совсем что-то происходило в течение этого года с пандемией, с карантином, очень много вопросов стало подниматься вообще, а что такое церковь. Потому что некоторые люди стали говорить, вот вы видели, что церковь может существовать виртуально, вы видели, что можно на Ютьюбе проводить служение, вы видели, что можно на Зуме проводить молитвенные собрания. Церковь может существовать виртуально. Мы вступили в новый век христианства, где церковь может вот так вот глобально, виртуально существовать. Но на самом деле церковь ли это или нет? Что Слово Божие об этом говорит? Эти вопросы очень важны сейчас, может быть, по свежим следам, для себя решить, чтобы нам иметь правильное библейское представление о том, чем является церковь. Плюс, вдобавок к тому, сегодня у нас будет членское собрание. Мы будем собираться именно как церковь, как поместная община. И одно из предложений, которое Дима мне сделал сегодня, это проповедовать именно о церкви. Я с ним согласен, потому что нам нужно периодически об этом говорить. Нам нужно просто проверять себя, как мы смотрим на церковь, что в нашем представлении является церковь, и сравнивать это со Словом Божиим. А что Бог говорит является церковью? Давайте мы сейчас прочитаем из Священного Писания, мы прочитаем из книги «Деяния святых апостолов», мы прочитаем 2 главы, 41 и 42 стих. «Деяние», 2 глава, 41 и 42 стих. Выслушаем вставши. Итак, охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилась в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Садитесь, пожалуйста. Мы читаем во 2 главе «Деяния» о буквальном смысле слова «взрыве церкви». Церковь начала существование, было зарождение церкви, когда сошел Дух Святой. Это даже считается день рождения церкви. Но сколько было людей тогда? Ну, несколько сотен, может быть, максимум. И вот Петр говорит первую проповедь. И люди каются. И сколько человек кается? Три тысячи. И церковь буквально за несколько часов вырастает во много, во много раз вырастает. Она становится трехтысячной. Церковь начинает свой рост. Но что такое церковь? Почему вот эти три тысячи человек, которые покаялись, вдруг называться стали церковью? Вообще, что значит слово «церковь»? Греческое слово, которое используется, которое мы переводим в нашем переводе, оно называется «церковь». Это слово «экклесия», которое значит собрание людей, которые имеют что-то общее. Если мы смотрим на небиблейские источники, на каких-то греческих писателей, философов, которые писали на том же языке, что написан Новый Завет, то они это слово используют, скажем, когда речь идет о каком-то городском совете. Вот собрался городской совет, чтобы решать вопросы города. И люди там начинают голосовать, начинают решать эти вопросы. И это называется «экклесия». Это люди, собравшиеся вместе, происходит собрание. Даже Лука в Деянии 19 главе, описывая мятеж ефесских язычников, которые противостали против Павла, он говорит, что их собрание, это было «экклесия», это люди, которые собрались вместе, и их объединило, что их объединило? Объединило ненависть к апостолу Павлу и той благой вести, которую он принес. Но мы понимаем, что не всякое собрание людей можно назвать церковью. Не каждое собрание людей в глазах Бога является церковью, именно той невестой, которая называется церковь невеста Христа. Что же тогда определяет собрание людей как церковь? Когда группа собирающихся людей перестает называться просто группой, просто кружком, просто каким-то клубом, просто каким-то вот таким общим собранием и начинает называться церковью или становится церковью в глазах Бога? Или можно по-другому задать этот вопрос. Когда собирающаяся группа людей, которые называют себя церковью, перестают таковой являться? Когда в глазах Бога собирающаяся группа людей уже не может и не имеет права называть себя церковью? И вот в этом отрывке, в этих двух стихах Деяния мы находим семь таких, как может быть, показателей или семь критерий, по которым мы можем определить и увидеть, что же такое настоящая церковь, что же такое библейское понимание или как Бог определяет церковь, когда Он смотрит на группу людей и говорит, да, это церковь. Это не просто какое-то сборище, это не просто собрание, а это церковь. И мы посмотрим на все вот эти пункты по очереди. Смотрите, начиная с 41 стиха. Итак, охотно принявшие слово. Охотно принявшие слово. Какое слово приняли эти люди? Слово о покаянии. Мы читаем чуть выше, что, услышав проповедь Петра, они, люди, слушающие, они умилились сердцем и сказали Петру, это 37 стих и прочим апостолам, что нам делать мужи и братья? Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас. Он им сказал, покайтесь, они покаялись, то есть фактически они получили духовное возрождение. И первая самая критерия, настоящая церковь состоит из возрожденных людей. Она состоит из людей, которые пережили духовное возрождение. Людей, которые покаялись, которые приняли Христа как спасителя, которые увидели свою греховность, увидели свою никчемность, увидели свою праведность, праведность, в кавычках, которая как запачканная одежда, и сказали, я нуждаюсь в спасителе, я нуждаюсь в Иисусе Христе. И они приняли Его как спасителя, они покаялись. Это самое первое и самое необходимое, на котором, может быть, строится все. Настоящая церковь состоит из верующих, из возрожденных людей. В Иоанна 1 главе 12 стих мы читаем. «О тем, которые приняли Христа. Верующим во имя Христа дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Церковь состоит из детей Божьих, которые родились от Бога. Казалось бы, братья и сестры, настолько просто, что, может быть, даже глупо об этом говорить. Да, церковь, настоящая церковь, состоит из возрожденных людей. Печально, но не факт. Есть церкви, которые называют себя церквами, но они не состоят из возрожденных людей. Один пример из истории. В Америке, буквально, может быть, 300 лет тому назад, американские церкви пришли к такой дилемме. Лидеры американских церквей или пастыря, они пришли к такой дилемме. Они не могли сделать своих детей частью церкви, пока дети не покаялись. Но они не хотели их отпускать, потому что они боялись, что они потеряют детей, и дети уйдут в мир. И они пришли к такому компромиссу. Мы их сделаем как бы получленами церкви. Мы их примем в церковь, они станут частью в церкви и будут ждать вот этого духовного перерождения, духовного возрождения, будучи членами церкви. То есть, понимаете, вдруг в церковь начали присоединяться невозрожденные люди. Вроде как, ну, мотивы, может быть, были хорошие, понятно, родители переживают за детей, но они нарушили вот этот вот первый принцип, что церковь состоит из возрожденных людей. Вы знаете, чем закончилась судьба таких церквей? Где эти церкви оказались? Нигде они перестали существовать. Потому что со временем эти люди невозрожденные стали также направлять церковь, направлять ее совершенно не в духовных понятиях, потому что эти люди не имели духовной жизни. То есть первая, настоящая церковь состоит из возрожденных людей. Из людей, которые пережили духовное возрождение, Которые стали детьми Божьими, которые могут себя называть детьми Божьими. Это первое. Второе мы читаем дальше. Итак, охотно принявшие слово Петра крестились. Второе, настоящая церковь состоит из крещённых людей. Людей, которые приняли крещение, которые заключили этот завет с Богом, которые сделали этот акт крещения, которые дали Богу обещание и публично провозгласили об этом обещании пред всеми. Матфея, 28 глава, 19 стих. Иисус повелевает, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы видим, что для первоапостольской церкви крещение это было абсолютно чем-то естественным. Было покаяние и тут же было крещение. Крещение не было чем-то таким, что можно сделать, можно сделать. Это был естественный шаг. Я принял Христа как Спасителя, а теперь я заключаю с Ним завет. Это было просто естественно, это было нормально, и это не ставилось даже под вопрос. Может быть, на сегодняшний день мы немножко по-другому это практикуем, мы не делаем крещение тут же в момент покаяния, и на это есть определенные причины, связанные больше, может быть, с мудрым подходом к вещам, потому что больше переживают за людей, которые хотят вступить в завет с Богом, чтобы это не было быстрым, чтобы это не было эмоциональным, чтобы это было осознанным и обдуманным. По этим причинам на сегодняшний день мы не практикуем крещение тут же в момент покаяния, но мы до сих пор верим, что крещение это неотъемлемая часть жизни здорового, растущего христианина. И если Бог даст возможность, у нас будет крещение через несколько недель, через две недели в Рамне, на озере у нас два человека в этом году заключают завет с Богом через крещение, и слава Богу за это. Потому что церковь, настоящая церковь состоит из людей, которые приняли крещение не просто как обряд, не просто как какая-то форма, которую нужно соблюсти, потому что наши отцы это делали, а потому что это завещал Господь и Бог. Вы знаете, в моей жизни я принял крещение до своего духовного возрождения, я принял крещение до покаяния, потому что пришел момент, где мне нужно было принимать крещение, потому что время подошло. Ну, по параметрам уже возраст, крещение, как бы это естественно, просто это нужно соблюсти форму. Я принял крещение, и позже, слава Богу, я покаялся по-настоящему. Но знаете, я очень долго мучился с этим вопросом, нужно ли мне по новой креститься, потому что то крещение, это была форма, сути не было. Я не давал Богу обещания чистой совести, я вообще не понимал, чего я делал, я просто это делал, потому что это нужно сделать. Я делал форму, я делал оболочку, но не делал того, к чему призывает Библия. И мудрые служители помогли мне решить этот вопрос, как вы знаете, я не принимал повторно крещение. Но тот факт, что люди могут несерьезно отнестись к этому, принять крещение просто так, стать частью церкви, если, не знаю, в определенный момент церковь состоит только из таких людей, то можно ли это собрание вообще называть церковью? Вторая критерия, настоящая церковь состоит из крещенных. Третье мы читаем дальше с вами. И охотно принявшие Слово Его крестились, присоединилась в тот день душ около трех тысяч, 42 стих. И они постоянно пребывали в учении апостолов. Они пребывали в учении апостолов. Третья критерия, настоящая церковь состоит из людей, пребывающих в учении Слова Божьего. Настоящая церковь состоит из людей, пребывающих в учении Слова Божьего. Смотрите, что говорит Иисус в 4 главе Матфея. Он говорит, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Не хлебом одним. Мы с вами живы не потому, что мы кушаем хлеб. Мы с вами живы не потому, что мы сегодня позавтракали, если позавтракали. Ну или вчера поужинали. Кто когда последний раз кушал? Мы с вами живы, потому что Слово Божие говорит, чтобы мы жили. И это не только в этом смысле, что мы живем, потому что Бог сказал, чтобы мы жили. А мы, как христиане, получаем силу жить, ходить, быть послушными Богу и Слова Божьего. Мы должны постоянно пребывать в нем, учиться из него. Слово Божие помогает нам правильно понимать самих себя, понимать мир, учит нас. И настоящая церковь, мы видим, первоапостольская церковь, для них было естественно пребывать в учении апостолов на тот момент, на сегодняшний день. Это Слово Божие, которое записано для нас. Слово Божие – это жизнь церкви, и оно должно звучать в церкви. И если не звучит Слово Божие, то можно ли это собрание, сборище людей назвать церковью? Вы знаете, в некоторых американских церквях не практикуют проповедь из Библии. Аня, когда поступила в университет и переехала в Нью-Йорк, там не было поблизости русскоговорящей баптистской церкви. Она вынуждена была искать церковь среди американских. К счастью, в этом городе было очень много церквей, но, к несчастью, не все из них были библейские церкви, которые на самом деле церкви можно называть библейскими именно параметрами. И одно из первых собраний или церквей, в которых она пришла, она увидела, что открыли на проповедь не Слово Божие, а открыли поэзию Эмили Диккенсона, это американская поэтесса, которая, ну я не знаю, может, потому что я в поэзии не разбираюсь, но она немножко странная, мне кажется. Но ее читали, или там Роберт Фрост, я не знаю, какие еще американские писатели есть, поэты. Их открывают работы, их читают, и на этом строится проповедь. Братья и сестры, это не проповедь, это просто люди собрались, чтобы послушать поэзию. Когда с кафедры звучит не Слово Божие, а звучит что-то другое, то это уже не церковь. Когда с кафедры звучит поэзия американских поэтов, это не церковь. Когда с кафедры звучит просто личное мнение человека, а не Слово Божие, можно ли это назвать живой проповедью? Когда с кафедры звучит просто какие-то люди сводят счеты, а не с кафедры свои какие-то мнения высказывают, чтобы всем доказать что-то, но не строят это все на Слове Божьем, не берут мысли главные из Слова Божьего. Можно ли такое собрание назвать церковью библейской? Мы видим, что в первоапостольской церкви они пребывали в учении апостолов, они пребывали в Слове Божьем. Не просто в каких-то дискуссиях, демагогах, там я не знаю в чем еще, в поэзии, они пребывали в Слове Божьем. Это очень важно. Это третья критерия. Настоящая церковь состоит из людей, пребывающих в учении Слова Божьего. Четвертое. Мы смотрим дальше. Они пребывали в учении апостолов в общении. Учение апостолов в общении. Четвертое критерия. Настоящая церковь состоит из людей, общающихся друг с другом. Это тоже очень важно, потому что, к сожалению, может быть, потому что общество, в котором мы живем, оно настолько индивидуально, что у нас складывается впечатление, что церковь – это что-то второстепенное, как общение. Церковь – это то, что происходит сегодня здесь на сцене. Но мы видим, что для первых верующих, для первых христиан церковь – это было общение, это была совместная жизнь. Это было что-то общее. Не только вот они собрались, послушали Слово Божие и разошлись. Они пребывали в общении друг с другом. Они общались, они разговаривали друг с другом. Мы читаем в Евреям 13 глава. «Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Бог хочет общительности от нас. Он хочет, чтобы мы между собой общались, чтобы мы не ограничивались только вот посидеть, все смотрим вперед, воскресенье, ну, сказали привет, пока и разошлись, чтобы мы как-то, ну, участвовали, может быть, в жизни друг друга хотя бы тем, чтобы узнавали, как у друг друга дела, чтобы было общение, потому что церковь – это общение, это духовно-назидательное, стимулирующее общение. Почему, братья и сестры, мы проводим ретриты, например, церковные? Потому что это дает возможность нам, как церкви, общаться. Общаться на природе, на свежем воздухе, общаться вне помещения церкви, общаться в неформальной обстановке, но общаться. Это очень важно. Если мы смотрим на церковь только как на собрание воскресенья, то, конечно, ретрит будет трата времени и трата финансов. Но церковь – это не просто собрание воскресенья, это община, это общение. И мы видим, что вот эти люди, уверовавшие тогда, в первые дни существования церкви, они общались друг с другом. Почему, кстати, мы проводили даже церковный ланч раз в воскресенье? Кстати, их давно уже не было, может быть, связано, конечно, с карантином и все такое, но как-то не хватает. Не хватает не только вкусной еды, не хватает и общения еще такого вот неформального. Почему мы это делали? Не потому, что нам нечего дома покушать, а потому, что мы можем общаться таким образом. Мы можем поговорить друг с другом, мы можем поговорить с теми, с кем у нас не хватает, может быть, времени поговорить после собрания. То есть мы становимся вот ближе, мы соблюдаем то, о чем мы здесь вот читаем. Происходит вот это вот общение. То есть четвертая настоящая церковь состоит из людей, которые общаются друг с другом. Мы узнаем, как друг у друга дела, мы сочувствуем друг другу, мы поддерживаем друг друга, мы молимся друг за друга. Происходит нечто, чем просто посидели, послушали, посмотрели и разошлись. Понимаете, если и вправду только посидеть, послушать и посмотреть, вот она церковь, то, конечно, можно и на ютюбе это делать. Даже удобнее, потому что не нужно лишней суматохи с утра, потому что ты можешь в пижаме сесть и смотреть на служение, и слушать, и назидаться. Но церковь – это больше, чем просто служение. Это еще и общение. И общение должно происходить вот так вот, лицом к лицу. Это четвертое. Пятое. Мы видим, что они участвовали также в хлебопреломлении. Они были в учении апостолов, они были в общении и в преломлении хлеба. Они соблюдали эту заповедь хлебопреломления. Это тоже был очень важный момент в жизни церкви, когда они вместе участвовали, физически вместе участвовали в хлебопреломлении. Мы понимаем, что это заповедь Иисуса Христа, которую он оставил нам. Он сказал, чтобы мы участвовали, чтобы мы вспоминали периодически, собирались. И разные церкви по-разному практикуют. Некоторые, вот как мы, раз в месяц это делаем. Некоторые каждое воскресенье проводят хлебопреломление. Некоторые церкви, я узнал, что в Южно-Баптистской конвенции, например, более стандартно делать хлебопреломление раз в квартал, то есть раз в три месяца. Я не знаю, как часто делают, но делают это регулярно, и все понимают, что это должно происходить. Это не что-то такое, что можно, не можно. А, сегодня хлебопреломление, ну может схожу, а может быть не пойду. Будем делать, не будем хлебопреломления. Это что-то, что оставил, как заповедь нам Господь. И настоящая церковь, это церковь, которая практикует это регулярно и постоянно. Это то, что нас объединяет. 1 Коринфянам, 10 глава, мы читаем такие слова. Чаша благословения, которую благословляем. Не есть ли приобщение крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. То есть хлебопреломление не только дает нам возможность проверить себя и вспомнить жертву Христа, но оно также нас и объединяет. Мы все приходим к одному хлебу. Мы все участвуем вместе в одном. То есть это нас, как церковь, объединяет. Почему, может быть, не знаю у некоторых вопросов, почему, скажем, наша церковь не практиковала во время карантина, как некоторые церкви делали, рассылали по домам пакетик с вином и с хлебом. То есть мы, как братский совет, так это поняли. Мы не осуждаем других, но мы поняли это именно таким образом. Потому что должно быть вот это вот единство. Настоящая церковь – это церковь, которая совершает хлебопреломление. То есть сам акт хлебопреломления занимает важное место в церкви. Это не просто что-то, что происходит на выходе или с церкви, или кто захочет, поучаствует. Это очень важно, потому что это заповедь Иисуса Христа. И мы видим, что для первых верующих в деянии это происходило. Постоянно пребывали они в преломлении хлеба. Шестое, шестая критерия. Мы читаем дальше, что они не только были в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба, мы видим, но и в молитвах. Настоящая церковь состоит из молящихся людей. Или, если по-другому сказать, когда люди перестают молиться, церковь перестает свое существование. Как церковь. Она продолжает существовать как группа людей. Как, может быть, общий такой кружок, но как церковь, уже это не то. Что сказал Иисус Христос в 21 главе Матфея? Он сказал, что дом мой, домом молитвы наречется. Молитва была неотъемлемой частью первоапостольской церкви. Молитва должна быть неотъемлемой частью нашей церкви. Слово Божие очень много говорит о личной молитве. И мы понимаем, что личная молитва занимает важное место в нашей личной жизни, в нашем хождении пред Богом. И Иисус говорит, помолитесь в тайне, один на один с Богом. Войди в комнату твою, затвори в дверь твою, помолись отцу твоему. То есть это должно быть в нашей жизни. Мы должны иметь личную молитву с Богом. Но также много мы находим примеров Библии молитвы совместной, общей молитвы. Даже посмотрите на саму молитву «Отче наш». Мы же не молимся «Отче мой». Мы же не говорим «дай хлеб мне на сей день и прости мне долги мои». Мы говорим «нам», потому что сама даже молитва подразумевает, что нас много. Что не я один обращаюсь к Богу, а мы вместе обращаемся. Даже если мы наедине молимся этой молитвой, сами слова молитвы, которые Иисус Христос нам оставил, они подразумевают, что мы вместе. То есть нас группа. И церковь, которая перестает молиться, она перестает существовать как церковь. Помните, смотрите, насколько важна была молитва для первоапостольской церкви, какая сила была в результате вот этой совместной молитвы. Деяние 4 глава. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Собралась церковь. Они молились все вместе. Бог отвечает на эту молитву. Место, где они находятся, как землетрясение происходит. И самое, что важное, они наполняются смелостью говорить Слово Божие, несмотря на то, что идет большая оппозиция на них. То есть молитва, совместная молитва, это неотъемлемая часть церкви. Настоящая церковь состоит из молящихся людей. И последнее, седьмое. Обратите внимание, здесь написано, и они постоянно пребывали в учении, в общении, в хлебопреломлении, в молитве. Постоянно. Настоящая церковь состоит из постоянно встречающихся или регулярно встречающихся людей. Евреям, 10 глава, 25 стих. Не будем оставлять собрание своего, как у некоторых есть обычай. Речь идет о том, что к церкви не нужно относиться как к чему-то, как сегодня пришел, завтра не пришел, сегодня пойду, а завтра, ну, погода хорошая, поеду куда-то в другое. То есть, если мы видим, что у этих людей, которые покаялись, они постоянно это делали, они понимали, что им это необходимо. Это как сердцебиение для них было постоянно собираться. И я не знаю, честно говоря, я не слышал, может быть, о церквях, которые практикуют непостоянные собрания. Они редко, может быть, собираются или там как-то очень хаотично собираются. Но мы все слышали и часто слышим, мы, может быть, даже знаем людей, которые непостоянно приходят, которые нерегулярно приходят, для которых нет вот этого вот обычая постоянно пребывать в учении, в хлебопреломлении, в молитве, в общении. Так, сегодня, завтра, как по настроению. Можно ли сказать, что эти люди являются частью церкви? На каком месте стоит церковь тогда для людей, которые так относятся к служению? Итак, братья и сестры, мы видим вот таких семь. Понимаете, что может быть много этих пунктов? Но просто если что-то запомните из всего этого, запомните просто Деяние, 2 глава, 41-42 стих. Буквально вот по словам идешь и видишь эти описания настоящей, живой, растущей церкви. Это люди, которые пережили возрождение, это люди, которые приняли крещение, это люди, которые пребывали в общении, это люди, которые пребывали в учении, эти люди, которые участвовали в хлебопреломлении, которые молились, и они делали это постоянно и делали это регулярно. И такой вопрос, зачем об этом вообще говорить? Зачем об этом говорить? Для чего это нужно? Может, у нас в церкви проблемы, и поэтому я об этом говорю? Нет, я не думаю, что у нас, может быть, проблемы с этим. Но почему это важно знать? Потому что церковь в Библии, церковь, именно настоящая библейская церковь, занимает не последнее место. Мы читаем, что церковь – это невеста Христа. И Бог очень внимательно смотрит за церковью, и для него церковь очень важна. Настолько важна, что, смотрите, что произошло, когда Саввел, до того, как он стал Павлом, когда он шел в Дамаск и на пути повстречал Иисуса Христа, прославленного воскресшего Иисуса Христа. Что ему сказал Христос? Он сказал, Саввел, Саввел, что ты гонишь? Кого? Меня. А кого гнал Саввел? Он гнал местные церкви, он гнал общины, он гнал маленькие группы верующих людей, которые пережили его разрождение, которые приняли крещение, которые собирались вместе, изучали Слово Божие, общались друг с другом, совершали хлебопреломление, молились. Они постоянно это делали, и Павел, и Саввел на тот момент атаковал их. Он вообще про Христа не думал. Но Христос настолько себя отождествляет со своей невестой, с церковью, что Саввел, подняв руку на общину, он поднял руку на самого Христа. Христос смотрел на его действия и говорил, ты не церковь только гонишь, ты меня гонишь, Саввел. Мы понимаем, насколько церковь важна в глазах Иисуса Христа. Тот, который поднимает руку на церковь, он поднимает руку на самого Христа. Тот, который наговаривает на церковь, он наговаривает на самого Христа. Тот, который игнорирует церковь, он игнорирует Христа. Он игнорирует то, что дорого Христу. Какое отношение мы сегодня имеем к церкви? Как мы смотрим на церковь? Какое место в наших приоритетах житейских занимает церковь? Не церковь воскресное служение, а церковь как община, как вот мы, собравшаяся группа людей. Какое место она занимает? Я сегодня хотел, чтобы мы просто об этом задумались. Задумались вот об этих критериях, задумались о том, какое отношение мы к этому имеем. Как мы смотрим на церковь? Потому что для Христа важно, чтобы мы были настоящей живой церковью. Давайте проверим сегодня себя, свои сердца, сравним свои собственные представления, мировоззрения или понимания о том, что такое церковь, сравним с тем, что мы вот видим во второй главе Деяния. И посмотрим, где мы неправы. И поменяем свое мнение, поменяем свое отношение, а не будем подтасовывать Слово Божие под себя. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы продолжали быть настоящей живой церковью. Аминь. Будем молиться. Господь мой Бог, я благодарю Тебя за Твою любовь, за Твою милость, за спасение. Благодарю Тебя, Господь, за церковь, которую Ты основал здесь недели и сказал, что от ада ее не одолеют. Благодарю Тебя и за нашу церковь, Господь, за нашу поместную общину. Благодарю Тебя за Твое Слово, которое описывает, Господь, как выглядит настоящая живая церковь, Господь. Я прошу Тебя, чтобы мы имели правильное представление о Церкви, Господь, чтобы Церковь занимала не последнее место в нашей жизни, в наших приоритетах. Чтобы, Господь, мы каждый стремились быть частью живой Церкви, чтобы стремились к тому, чтобы наша Церковь была живая под этим критерием, Господь. Если, может быть, я сегодня что-то неправильно сказал или где-то не так истолковал, Господь, Твое Слово именно о том, что такое Церковь, то я прошу, Господь, прости и помоги нам всем правильно понимать, потому что Церковь настолько важна для Тебя, что, Господь, не хочется просто быть в числе тех, которые поднимают руку на Твою невесту. Господь, я прошу, голосови нас, как Церковь, чтобы мы были живой, растущей, светом, Господь, и с солью в этом мире, в этом neighborhood, Господь, чтобы мы не просто были закрыты в себе, постепенно умирая или варясь в собственном соку, Господь, но были теми, которые показывают Тебя, Господь, миру и окружающим. Прошу, Господь, об этом во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok